Ты не сможешь победить в войне с этим миром, если не научишься контролировать свой собственный разум. Самодисциплина – вот что действительно приведет тебя к успеху. 99% людей не хотят упорно работать над собой, но хотят жить жизнью своей мечты. В морской пехоте говорят, что все хотят попасть в рай, но никто не хочет умирать. И это действительно так. Ключ к реализации любой мечты – это самодисциплина. И такие вещи, как спорт, питание, не так сильно связаны с твоим телом, как с твоим умом. Важно научиться контролировать свой разум, чтобы быть способным делать то, что действительно в твоих интересах. В жизни всем нам придется испытывать один из двух видов боли. Либо это будет боль от дисциплины, либо боль от сожалений. И я прошу вас, выбирайте с умом. Если мы живем ленивой, недисциплинированной жизнью, очень легко поддаемся нашим чувствам и действуем под влиянием наших эмоций, то мы раз за разом будем принимать плохие решения, о которых, несомненно, будем сожалеть. Нам было бы куда лучше начать работать над самодисциплиной прямо сейчас, чтобы в дальнейшем не тащить на себе груз сожалений. Самым важным ключом к успеху является способность доводить дела до конца и делать это систематически. А чтобы воспитать в себе личность, которая постоянно доводит дело до конца, вам понадобится дисциплина. Если вы действительно хотите измениться и стать дисциплинированным, первое, что вам нужно сделать, так это изменить окружающее пространство. Например, если вы хотите отказаться от определенной еды, будет здорово, если этой еды не будет у вас дома. Как-никак, но новая окружающая среда будет лучше способствовать изменениям, чем старая. Многие люди пытаются измениться. Они хотят начать делать зарядку полдрам, медитировать, читать каждый день, начать хоть что-то делать, но они не осознают, что погрязли в рутине. Они не понимают, что продолжают закапывать себя изо дня в день, делая все больше и больше бесполезных вещей. Я всегда говорю людям, прекратите залипать в телефоне в первый час после того, как проснулись. В первые минуты после пробуждения ваш разум абсолютно чист. Поблагодарите этот день. Подумайте о своей мечте, о целях и возможностях. Не думайте о проблемах. Их вы будете решать в середине дня. Перестаньте засорять свой разум, когда он максимально чист. Все наверняка слышали такую фразу. Как день начнешь, так его и проведешь. Я думаю, что очень многие страдают из-за процесса принятия решений. Есть очень серьезные исследования о том, что в сутки можно принять лишь ограниченное количество правильных решений. И когда вы сделаете нужное количество правильных решений, больше вы уже не сможете. Исследование подтверждается на примерах врачей, хирургов и так далее. В основном они совершают свои ошибки в утреннее или вечернее время. Но это касается и нас с вами. Будучи предпринимателями, студентами, родителями, мы все принимаем некоторое количество решений. Поэтому такие люди, как Марк Цукерберг или Тони Шей, все время носят одни и те же футболки и свитера. Они не хотят тратить одно из своих решений на то, что им сегодня одеть. И моя цель – систематизировать свою жизнь, заложить всю рутину в первые и последние часы дня. Я осознанно довожу рутинные дела до автоматизма, и мне больше не нужно думать о них. Ведь это часть дня для тебя, для физических упражнений, медитаций и аффирмаций. Потому что далее, в середине дня, ты работаешь с командой и клиентами, и тебе нужно быть максимально сосредоточенным и продуктивным. Но в свои первые и последние часы ты должен побыть наедине с собой. Не погружаться в рутину, а полностью автоматизировать ее. Все это помогает воспитать самодисциплину и внутренние упорства. Еще я постоянно слежу за тем, какая информация попадает в мой разум. Я не смотрю негативные новости и всякий мусор. Каждый день я читаю что-то полезное, потому что хочу развиваться и оставаться на позитиве. Все это питает мой разум и позволяет находить вдохновение внутри самого себя. Самодисциплина — это не что иное, как любовь к себе. Когда вы говорите, что любите себя, вы подразумеваете определенное поведение по отношению к себе. Например, вы говорите себе «Эй, мужик, смотри, я знаю, что ты хочешь съесть эту пиццу и что она очень вкусная, но я не могу позволить тебе съесть ее, потому что после этого ты будешь чувствовать себя хреново». Я просто так сильно люблю тебя, что не позволю тебе ее съесть. Ты должен полюбить дисциплину, ты должен полюбить себя, свое тело. Твое тело — это райский сад или помойная яма? Если ты продолжаешь изо дня в день заливать в себя литр алкоголя, заталкивать вредную жирную пищу, значит ты не любишь себя. Полюби свое тело и прекрати делать из него помойку. И мне кажется, слово «дисциплина» приобрело дурную репутацию. Мы думаем о дисциплине как о наказании, но для меня дисциплина — это когда ты отказываешься от краткосрочного удовольствия, чтобы взамен получить долговременное самоуважение. Если вы не полюбите делать те вещи, которые вам не хочется делать, вы не будете жить той жизнью, о которой мечтаете. Любовь к себе — это когда ты говоришь «Мужик, я знаю, вы с той девушкой друг к другу подходите, между вами пробежала искра, но у тебя же уже есть девушка». Я слишком сильно тебя люблю, чтобы позволить тебе такое. Любовь к себе — это когда ты говоришь «Эй, у тебя экзамен в понедельник». Я знаю, что ты хочешь погулять с друзьями в воскресенье вечером, но если ты провалишь этот экзамен, ты будешь злиться на себя. Я просто очень сильно тебя люблю и не позволю пойти сегодня гулять. И поверьте, на старости лет вы не будете жалеть о том, что не досмотрели сериал или что слишком мало пили пиво. Вы будете жалеть о том, что пропустили жизнь из-за этих краткосрочных пустых удовольствий. Если вы хотите быть счастливым, вы должны дисциплинировать свое поведение, отказавшись от краткосрочного удовольствия. Запомните, путь к постоянному счастью лежит только через самодисциплину. Субтитры создавал DimaTorzok